Медведев обыграл Миллмана и вышел в третий круг Астралиан-Аупин. Завершился матч второго круга Астралиан-Аупин, в котором играли россиянин Даниил Медведев и австралиец Джон Миллман. Сбербанк начал работать в Крыму Сбербанк начинает работать в Крыму, на полуострове уже появились его банкоматы, а первые офисы банка откроются в крупных городах в течение полугода. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Сбербанка. Мазда анонсировала самый большой кроссовер в своей гамме. Мазда Мотор 31 января проведет мировую премьеру нового полноразмерного кроссовера с индексом CX-90. Машина будет иметь трехрядную компоновку салона и станет самым крупным вседорожником в истории бренда. В преддверии скорой презентации кроссовера Японская Ком. Экс-мэр Владивостока Гуменюк поставил рекорд. Чиновник получил самое жесткое наказание за взяточничество из всех осужденных предшественников, 16 с половиной лет. Дуки и Рос, не для основы, Зенита. Это подстраховка на уход вендела. Что нужно знать о летнем новичке синий-бело-голубых? Bloomberg, Apple из-за технических сложностей отложила свои очки дополненной реальности на неопределенный срок, железо на DTF. Устройство теперь вообще может не увидеть свет. Samsung готовит акцию невиданной щедрости к запуску Galaxy S23. Ровно через две недели Samsung представит миру флагманское трио Galaxy S23. На первых порах девайсы будут доступны по предзаказу, участникам которого. Путин возложил цветы в память защитников Ленинграда. Позднее ожидается встреча с губернатором Петербурга и выступление президента. Источник, Бешекташ, предложил Баринову зарплату 1 миллион евро в год. Турецкий, Бешекташ, предложил полузащитнику, «Локомотива». Дмитрию Баринову контракт с зарплатой 1 миллион евро в год, информирует РБ Спорт.